Дай почитать. Но и далекие, полные непредвиденных трудностей экспедиции ученых. Из многих рассказов участников и очевидцев жизни советской и русской археологии рождается неожиданно динамичное, захватывающее повествование. Напоминая лучшие приключенческие романы, оно раскрывает перед нами судьбы бунтарей от науки, чьими усилиями формировались основы отечественного востоковедения и краеведения. Трудно не согласиться с этой емкой и справедливой аннотацией. Если говорить откровенно, то я до внешней читателя Листогова слежу за его творчеством и непрекращающимися духовными и интеллектуальными поисками. Правда, мое увлечение им началось с родбук «Мертвые могут танцевать». Он никогда не скрывает свои позиции, прямолинеен, может быть жестким, но он такой живой, настоящий и думающий, такой искренний и правдивый, что не восхититься им невозможно. Илья Стогов писал про исчезающие цивилизации, левых, рок-музыкантов, скинхедов, рэперов, был необыкновенно популярен после «Мачо не плачет». Пробовал себя в путеводителях по Петербургу и вдруг на несколько лет замолчал. Он много времени проработал в Институте восточных рукописей РАН, где хранится 150 тысяч восточных манускриптов. Это после британской библиотеки самая крупная коллекция в мире. Например, там есть первый на свете Коран. Действительно, занимательная археология похожа на приключенческий роман из разряда про Индиана Джонса. Но с той лишь разницей, что это самая настоящая правда о жизни и открытиях ленинградских и петербургских археологов. Правда об экспедициях советских русских ученых в Эфиопии, в Чукотке, в Йемене, в Занзибаре с 60-х по 90-е годы XX века. И если нам имена наших ученых-археологов не знакомы, то что ж, дорогие слушатели, пришло время узнать их. Педр Грязневич, Николай Геренко, Владимир Арсеньев. Это книга о настоящих ученых-археологах, героях, людях, для которых слово и дело имеют вес. Интересная книга, написанная настоящим писателем. 16+. Дай почитать.